Всё лучшее детям. В посёлке Октябрьский Радищевского района впервые капитально ремонтируют школу. Здание 1955 года постройки заметно износилось. Оконные и дверные проёмы необходимо усилить и проложить электрокоммуникации заново. Установить надо и пожарную, и охранную сигнализации. Затем запланированы отделочные работы и благоустройство территории. Параллельно с этим проводятся работы по обеспечению безопасности территории. Это монтаж новых ограждений наружного освещения. К ремонту приступили в мае. Однако из-за большого объёма к первоначальному сроку сдачи объекта 15 августа не оспевают. Необходим ещё один месяц. Во время ремонта дети будут учиться в другом корпусе. 172 ученика. В нашей школе состоит из пяти зданий. В настоящее время все ученики располагаются в здании начальной школы. Мы там расположились и планируем с 1 сентября возобновить учебный процесс в здании начальной школы. Фасад школы почти готов. Дизайн выбирали коллегиально. И ученики, и их родители голосовали. В итоге выбрали цвет слоновой кости. Сейчас он чуть темнее задуманного, но со временем цвет выгорит и посветлеет. За работами тщательно следит родительский совет. Неравнодушные мамы каждую неделю приходят в школу, чтобы проверить, всё ли в порядке. Елена Амирова училась здесь же. Её сын переходит в восьмой класс, а дочка поступает в первый. Елена работает в этом заведении. Она хочет поскорее увидеть преобразившуюся альма-матер. Несмотря на то, что сроки задерживаются, мы не переживаем, потому что мы верим в эту сказку, то, что видим, то, что происходит, какие изменения происходят с нашей школой. Но верим, что всё это наконец-то закончится, и мы будем учиться в комфортном и уютном заведении. Чтобы ускорить процесс, подрядчики добавили рабочих на объект. В ремонт этой школы вложено 96 миллионов рублей. Вокруг заведения планируют заасфальтировать дорожки и заняться внутренним убранством. По словам директора школы, классы оборудуют современной техникой и даже закупят новую одежду для представлений, которые будут проходить уже в красивом актовом зале.